Всем привет, с вами Дмитрий Реценко и в сегодняшнем видео я хочу вам показать одну из базовых позиций в ладейном Эншпиле, а именно позицию Лусьена или как ее еще проще называют, это позиция где мы занимаемся построением моста. Итак, в данном случае ход белых и конечно же их задача провести пешку Е7 в ферзи. Так вот, в данном случае, когда пешка дошла до предпоследнего седьмого ряда и король стоит перед ней, наша главная задача это отрезать короля соперника как можно дальше от этой пешки. Именно поэтому самый сильный, самый точный ход данной позиции это ход Тодержи 2. В данном случае черные не могут оставаться близко к пешке, то есть им плохо играть королем на поле Ф6. Все дело в том, что после хода короля Ф6 мы просто сыграем королем на поле Ф8, ну и далее черные никак не могут помешать превращению нашей пешки в ферзи. То есть, ну наверное, самый лучший для них сыграет ладья на поле А8, тогда мы играем Е8 в ферзи, ну и соответственно после ладья Е8 и король Е8 возникает выигранное окончание, где ладья и король у белых и одинокий черный король соответственно у черных. Так вот, здесь понятно, что белые выигрывают, важно заметить то, что черные, конечно же, не могут поставить нам мат ни ходом ладья А8, ни допустим ходом ладья Х1, с идеей ладья на поле Х8. Все дело в том, что мы можем просто поставить ферзя, ну и соответственно после ладья Х8 сыграть ладья на поле Ж8, ну и у нас в конце остается просто лишний ферзь, то есть позиция очень легко выигранная. Так что именно поэтому все-таки черный король обязан уйти куда-нибудь в сторону, куда-нибудь на линию Х, но обычно здесь играет король Х7, это самый сильный ход, ну и сейчас получилась как раз таки та ситуация, где король соперника отрезан на две вертикали, вертикали Ф, соответственно вертикали Ж от нашей пешки, и именно поэтому здесь нам нужно начинать строить мост. То есть строить мост, это проще говоря перекрываться ладьей от шахов ладьи соперника. Все дело в том, что если мы здесь сразу попытаемся выйти королем из прикрытия пешки, то это не приведет к выигрышу, то есть допустим в случае хода короля Ф7, просто черные начинают шахи, например ладья Ф1, ну и далее допустим король идет если на поле Е6, то ладья Е1. То есть король никак не может очтиться от шахов, ну давайте приведу определенный пример, то есть доведем позицию до логического завершения, король может приближаться к ладье, то есть это один из планов в таких позициях, но здесь все-таки понятно, что когда король уходит далеко от пешки, просто черные могут сыграть ладья на поле Е1, ну и белые в дальнейшем теряют пешку, и получается ничейное окончание ладья против ладьи. Так что именно поэтому, если мы сразу решим выйти королем из прикрытия пешки, то это не приведет никаких успехов для белых, и нужно для начала подготовить данный выход короля, и здесь мы играем ладью на четвертый ряд, то есть ладья Ж4 в этой позиции, самый точный ход. То есть почему именно четвертый ряд, то есть здесь в будущем мы по четвертому ряду будем перекрываться от шахов, и соответственно если бы вы играли черными, и ваша пешка дошла бы до второго ряда, тогда вы бы поставили ладью соответственно на пятый ряд. Вот, ну в данной ситуации за черных, наверное, самое сильное решение это помешать нам выйти на вертикаль Д и сыграть ладья Д1, ну либо же сыграть ладья Ф1, помешать выйти на вертикаль соответственно Ф, но в любом случае у нас одна из двух вертикалей, то есть либо Д, либо Ф остается открытой, и на эту вертикаль мы выходим. То есть мы играем в данном случае королем на поле Ф7, естественно если черные не ставят шахи, то мы просто проводим пешку ферзи, поэтому ладья Ф7 ход обязательный, мы играем король Е6, ладья на поле Е1, и в данном случае мы играем королем на поле Ф6. В принципе король Д6 тоже приводит к победе, но мне кажется, что король Ф6 все-таки гораздо проще, здесь все дело в том, что в ряде вариантов черные просто будут получать еще и мат. Ну вот допустим в данном случае после короля Х6 уже следует ладья Х4 мат, то есть так белые выигрывают быстрее всего. Ну вот в этой позиции у черных появляется уже первый принципиальный выбор, то есть либо они просто стоят на месте и какой-нибудь вождательный ход делают вроде ладья на поле Е2, либо же они продолжают ставить шахи. Давайте начнем с более простого, а именно с хода ладья на поле Ф1, то есть ладья на Ф1 шах, здесь как раз таки наша идея реализуется в чистом виде, мы уходим королем на поле Е, Ну и теперь понятно, зачем ладья становилась именно на четвертый ряд, то есть в будущем мы играем ладья Е4, закрываемся от шаха и просто проводим пешку в ферзи. То есть далее получается такой вариант как ладья Е1 шах, ладья Е4, ну и после размены ладей очевидно, что король черных не в квадрате нашей пешки, просто пешка проходит в ферзи, ну и соответственно белые здесь очень легко выигрывают. Вот если же мы вернемся немного назад и посмотрим ту ситуацию, где у черных был выбор, либо ждать, стоять на месте фактически, либо сагать ладья Е1 шах, и разберем как раз таки другую возможность, то есть не шах, а передачу очереди хода, допустим ход ладья Е2, здесь уже у нас немножко другая, скажем так, схема выигрыша, то есть в данном случае нам снова нужно перекрыться от ладьи, в данном случае по вертикали Е, и мы делаем еще один ход ладьей, а именно ход ладьей на поле Е5, это самое точное решение, и теперь мы просто хотим сыграть ладья на поле Е5, и от этого хода, конечно же, у черных нет защиты. Ну вот допустим, опять же таки, если черные стоят на месте, играют ладья Е1, мы просто играем ладья Е5, и в дальнейшем проводим пешку в ферзи, то есть допустим, разберем ладей, и затем пешка проходит, следующим ходом Е8 ферзь. А есть те же черные, все-таки, уже в этой ситуации вместо хода ладья Е1, в ответ на ладья Е5 решают ставить нам шахи, то тогда тоже, конечно же, белые легко от шахов защищаются. Ну вот допустим, ладья Ф2, мы играем ладья Ф5, угрожает Е8 ферзь, поэтому вроде бы нужно играть ладьей на поле Е2, но тогда ладья Е5. Ладья Е5, ну и далее после ладья Ф2, проще всего уйти королем на поле Е6, то есть король прячется за своей ладьей, далее просто пешка проходит ферзи, ну и опять же таки, в этой позиции белые довольно легко выигрывают. Так что именно поэтому в той ситуации, когда у белых есть проходная пешка, которая стоит на седьмом ряду, очень важно отрезать короля соперника на две линии от данной пешки, то есть в данном случае мы отрезаем короля соответственно на линию Ж и на линию Ф от пешки на поле Е7, и перед тем, как королем выходить из-под прикрытия данной пешки, делаем второй важный и точный ход, а именно ладья Ж4. Ну в данном случае мы уже начинаем строить мостик, и после этого мы просто выходим королем, либо на Д7, либо на Ф7, приближаемся к нашей ладье и закрываемся от всех шахов черных, то есть допустим ладья Д1, король Ф7, ладья Ф1, король Е6, ладья Е1, король Ф6, и в данной позиции, если черные и дальше ставят шахи, то есть играют допустим ладья на поле Ф1, то после король Е5, ладья Е1 и ладья Е4, видно, что дальше просто пешка проходит ферзи, допустим после разбена ладей, если же черные все-таки решают в данной ситуации не играть ладья Ф1, а сделать такой чуть более хитрый ход, а именно ладья Е2, то здесь тоже важно знать, что у белых есть точный ход ладья Ж5, с идеей перекрыться уже по пятому ряду, ну и далее соответственно после ладья Е1, то есть допустим черные снова ждут, мы уже перекрываемся на поле Е5, и далее просто уходим от всех шахов черных, и опять же таки пешка проходит ферзи. Ну что ж, надеюсь, что данное видео было вам полезно, и теперь вы уже будете знать, как строить мостик в ладейном окончании, и как выигрывать в окончании ладья и пешка против ладьи. Всем спасибо за внимание, и до скорых встреч в новых видео.